Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В преддверии новогодних праздников мы с вами поговорим о культуре потребления вина, о нормах, о бокалах и других аксессуаров, которые сопровождают винопотребление. Поговорим о многих мифах и штампах. В этом видео я вам раскрою много всяческих маленьких, а может и не маленьких секретиков. И в конце я вам расскажу, сколько же вина употребляю я. Периодически такие вопросы возникают. Первое, с чего мы начнем культуру потребления вина. К сожалению, потребление, понимание вина и виноделие, кстати, тоже. Вот у нас на постсоветских странах крайне-крайне низко. Ее, можно сказать, практически нет. Вот он только-только зарождается, и такими крохотными-крохотными, неустойчивыми шажочками начинает идти. Ну, конечно, хотелось бы все-таки верить, что она будет расти, да, она будет прививаться людям. И, к сожалению, винопотребление часто приравнивают к употреблению других алкогольных напитков. Ну, разговор сегодня будет долгий. Поэтому у кого нет терпения? Простите, нам с вами не по пути, а всем остальным. Можно заварить чаек, либо взять бокальчик вина. Да, будем разговаривать. Значит, вот само винопотребление у нас связано со многими штампами, стереотипами. Ну, вообще первое, когда ты говоришь кому-то, например, что ты делаешь вино, да, слушайте, я по комментариям некоторым вижу, начинается сразу штамп. А, ты алкоголица. Или скоро ей станешь, ты скоро станешь синькой. И я вот алкоголик, я своих вижу издалека. Так что вот, жди и скоро тебе приплывет, да. Ну, ребят, не надо всех мерять по себе. Я знаю у многих людей, которые делают вино, кстати, и не только вино, а крепкие напитки. И при этом их практически не употребляют. Ну, понимаете, когда человек создает качественный продукт, вот сейчас, опять же, мы говорим о виноделии, не о том, спиртосодержащем напитке, в которой воды побольше, сахара побольше, да, чтобы там покрепче, в голове шумело и так далее. Нет, все, это другие напитки. Мы говорим о вине. О качественном, правильно, сброженном виноградном соке. Так вот, опять же, даже по комментариям я могу судить, что многие люди, делающие вино, вино, они практически его не употребляют, либо употребляют крайне мало. Также я общаюсь с людьми, которые делают крепкие напитки алкогольные, тоже очень качественные. Там вообще для меня, кажется, космос, там очень много нюансов. Так вот, они употребляют крайне мало, потому что для них важен процесс, они создатели. И когда ты создаешь классный, качественный продукт своими руками, при помощи своей головы, своих знаний, у тебя нет желания вот это взять и просто в себя залить. Нет, ты этим наслаждаешься, ты это смакуешь, ты это бережешь, свое детище. Поэтому вот этот штамп, да, что ты делаешь, значит, да, есть такие. Ну, вот такие мы другие. То есть не надо мерить всех по себе. И касательно вот этой же темы, расскажу такую маленькую историю. Одно время я делала шоколад. Там на самом деле тоже сложный технологический процесс, там важны температуры. Много-много есть нюансов, я все это детально изучала. Я вообще жуткая сластена. Если ко мне домой попала шоколадка, значит, она съедается практически сразу же. Так вот, когда я стала делать свой шоколад, я сластена, его ела крайне мало. Потому что я его берегла, я наслаждалась каждым кусочком. И вино вот тоже. И крепкие спиртные напитки. Когда мы делаем сами, в большинстве своем цель этим наслаждаться, получать эмоции. Мы еще поговорим о целях потребления. Но это вот не для того, чтобы, простите, набухаться. Вот там, где вода, сахар, побольше и все остальное, да, вот там возможно. Хотя некоторые делают это по незнанию. Поэтому, опять же, я не буду ставить штампы на всех. Там есть такие цели, есть другие цели. Просто, скажем так, люди еще не дошли до тех знаний, чтобы понять, что вообще вино делают по-другому. Следующий штамп, стереотип, что ай-яй-яй, вино, как и любой спиртной напиток, это вообще страшный яд. У вас сразу, опять же, появится зависимость на алкоголики. Но это сторонники профессора Жданова, у которого там дрожжи за глазами и пукают. Есть такой человек, достаточно известный в определенных кругах. Опять же, не надо судить всех по себе. Если у вас проблема с какой-то зависимостью, это ваша проблема с какой-то зависимостью. В мире проживает огромное количество людей, употребляющих не только вино, но и другие напитки, и не имеющих никаких проблем. Прекрасно долго живущих, с хорошим настроением, с хорошим здоровьем. И если уже говорить о зависимостях, то зависимостей бывает превеликое множество. Пищевая зависимость тоже может быть, когда человек заедает стресс и становится вот таким вот огромным. И это тоже на здоровье его очень сильно сказывается. Это большие риски очень различных заболеваний. Никто не кричит, не ешьте, потому что у вас может быть зависимость. Бывает игровая зависимость, компьютерная. Компьютеры у нас сегодня в каждом доме стоят, а в некоторых по несколько. И никто не кричит, не ставьте компьютеры, компьютеры это зло. Нет, кто-то есть, конечно. Кто-то есть, но в большинстве своем мы пользуемся ими. Конечно, их можно использовать во вред. Но очень многие используют во благо, получают большое количество классной информации, быстро общаются с другими людьми по всему миру. То есть, если у человека вообще проблемы с какой-то зависимостью, то она может быть абсолютно любой. И не надо говорить, что такие проблемы будут у всех. Ну, далеко не у всех. И тут я вам еще открою такой маленький секретик. На самом деле, даже в животном мире существует потребление алкоголя. Птички, млекопитающие. Они находят и даже специально ищут, где-то там в лесах, не в лесах, забродившие ягоды, и их употребляют. То есть, да, даже в животном мире, казалось бы, да, они же там вот не должны, а они это делают. И мы, люди, тоже употребляем бродящие продукты. Ну, да, вот так. И теперь давайте поговорим, а зачем мы вообще пьем вино? Ну, конечно, цели могут быть разные. Так же, как вот, смотрите, немножко сейчас о еде. Да, на еду переключимся, поговорим. Как-то слушала интервью одного ресторатора, и он говорит, вот еда вообще это наша физиологическая потребность. Да, нам надо утолять голод. Вообще, чтобы существовать, нам надо кушать. Но при определенном приготовлении, при определенной подаче, еда становится для нас эмоциями. Точно так же и вино. Ну, вино, наверное, в меньшей степени, вот, мы пару минут назад говорили, да, у кого-то цель, чтобы шумело в голове. У кого-то цель достичь опьянения, на подвиги потом пойти, еще что-то. Ну, это одна цель. Вино, кстати, для этого не очень подходит, потому что дороговато получается, его многовато надо выпить. Вот эту цель можно достичь, ну, скажем так, более простыми путями. А вообще, вино – это эмоции. Во всяком случае, для многих. Во всяком случае, для меня. И здесь пусть не дословно, но я вам перескажу фразу из фильма «На обочине». Там героиня говорит, что мне нравится пить вино, я думаю о тех людях, которые его делали. Я думаю, что происходило в этом году. Шел дождь, либо светило солнце. И вино из бутылки, налитый сегодня, никогда, ну, завтра оно будет не таким. Оно развивается, оно меняется. Там еще было продолжение, да. То есть, это эмоции. И точно так же я, когда наливаю вино в бокал, я наслаждаюсь его ароматом. Я чувствую, как вино ведет со мной диалог. Вот сейчас 100% кто-то потянулся написать комментарий, а алкоголица, она с вином ведет диалог. Ну, не всем это понятно, но вино раскрывается в бокале, оно меняет свой вкус, оно меняет свой аромат. Тот, кто-то почувствовал, тот прекрасно знает, о чем я говорю. Ну, а тот, кто-то не знает, либо остается счастливым или не очень в своем незнании, ну, либо у него есть шанс попробовать и открыть для себя этот зависельный мир, потому что этот мир действительно удивительный. И как раз-таки употребление вина – это эмоции, да, это мысли, это, возможно, даже какие-то воспоминания, ассоциации, то есть много-много таких приятных вещей. И также касательно вот употребления, еще процитирую вам одну фразу американского президента, по-моему, это был Джефферсон. Но я могу ошибаться, сейчас уже не буду искать. Так вот, он сказал, что там, где вино, хорошее вино, доступно, там нет проблем с алкоголизмом. То есть алкоголизм – это другие напитки. Ну, я думаю, что человек на таком посту знал, о чем он говорил. Теперь мы с вами поговорим, да, то есть вино – это эмоции, и, конечно, эти эмоции должны быть определенным образом обставлены. Опять же, касательно культуры винопотребления, вот с винными бокалами в большинстве, ну, не у всех, конечно, но в большинстве семей проблема. То есть бокалы либо неподходящие, либо ставят то, что подходит. Да, но скажу вам, что вино вот с такого стакана, оно не будет вкусным. Просто не будет вкусным, и все, оно будет другим. Для вина нужна определенная посуда. И у меня было видео про бокалы, тоже, как всегда, возражения, да, все это ерунда, все это маркетинг. Так, хорошо, допустим, но задайте себе вопрос, вот много моих зрителей, это мужчины, задайте себе вопрос, в каком виде вам приятнее было бы увидеть вашу жену, например, когда вы придете домой, в халате и в бигудях, либо в красивом платье. Я не предлагаю еще каких-то вариантов, потому что у кого-то могут сработать фантазии, да, но вот из двух, что вы выберете. А что изменится? Это ваша жена. Начинка, она не меняется. Но я думаю, что все ответят, что смотреть на женщину в красивом платье гораздо приятнее, чем в засаленном халате и в бигудях. То же самое и с вином. Пить вино из кружки, из грубого стакана, из бутылки, ну, это вообще дурной тон. Вино все-таки требует хорошей, красивой посуды. Но опять же возражение, да, это маркетинг, хорошо. Вы кушаете дома еще. Тарелки тоже тогда маркетинг. Хорошие столовые приборы, вилки, ложки, это тоже маркетинг. Я думаю, что вряд ли среди зрителей найдется тот, кто скажет, что с алюминиевой миски, алюминиевыми вилками кушать классно и приятно. Наверное, нет. Все-таки приятнее кушаться с хороших, красивых тарелок. Приятно пить чай с хороших, красивых кружек. Особенно если она какая-нибудь тонкая, такая фарфоровая, немножко просвечивается. Казалось бы, мы нальем туда тот же чай. Он будет вкуснее. Такая же история с бокалами. И даже не такая же, а немножко другая. То, что вино, я вам уже говорила, оно раскрывается. И бокал, это как раз-таки то, что позволяет ему раскрыться. Вернемся к вашим женам. Когда женщина в красивом платье, может быть, с макияжем, с хорошей переческой, у нее взгляд другой. Она светится, чем если она замучена и в бегутях. У нее на плите куча всего варится. Так вот и вино. Налито вот в такой стакан, ну, либо в любой другой какой-то простой. Оно не будет себя вести так, как в бокале. И на самом деле, опять же, можно считать маркетингом чем угодно, но проводят целые дегустации. То есть компании, которые делают бокалы, они приглашают группу людей, наливают в эти бокалы, например, одинаковое вино, дают пробовать. И вот эти люди проставляют галочки, как бы в каком бокале было вино вкуснее. И потом это собирать, это не один человек, это группы. Они это делают. И я даже знаю, что в нашей стране, ну, правда, мероприятие такое не дешевенькое, но, по-моему, Ридель проводит, значит, они устраивают вот такую бокальную дегустацию. И все это можно прочувствовать на своей шкуре, если есть на то желание, либо поверить на слово. И вот у меня, на самом деле, много разных бокалов, разных по форме, разных по размеру. И, конечно, я бы хотела иметь еще. И когда берешь в руки хороший бокал, эмоции, они тоже будут другие. Эмоции от классного напитка, эмоции от классной посуды. Вот у меня есть парочку бокалов Шпигелау. Когда-то была возможность их покупать поштучно в магазине. И была очень доступна цена. Сейчас, к сожалению, цена такая кусючая. Вот там берешь бокал в руки, и там все ощущается, что вот это классный, хороший бокал. Держать в руках его приятно. Кстати, у них есть потрясающие наборы. По-моему, там, наверное, 18 бокалов. Это бокалы для красного, для белого, для игристого. Прямо такая огромная коробка. Как говорится, у кого финансы позволяют, то подарочный вариант, мне кажется, идеальный. Возвращаемся к бокалам. То есть, вину нужна хорошая посуда. К вину могут идти другие аксессуары. Например, декантры. Опять же, да, это маркетинг. Нет, это не маркетинг. Вино, пропущенное через декантр, оно тоже может быть другим. Я когда-то, я же не родилась с винной культурой, я не родилась виноделом. Я тоже когда-то пила вино вот с таких стаканов. Потом, кстати, случайно совершенно, вспомнив, что у меня где-то стоят когда-то подаренные бокалы, вот такого плана, налила вино в такой бокал, и у меня был культурный шок, потому что это была огромная разница. Точно так же и декантр. Декантр влияет на вкус вина. Декантр помогает смягчить грубые танины. И вот широкая форма декантр, она очень хороша для молодых вин. Поскольку мы домашние виноделы часто потребляем вина молодыми, вот бывают они такие еще не до конца сформировавшиеся, и для нас декантр на самом деле это очень классная штука. Опять же, да, вы можете поверить мне на слово, вы можете обзавестись таким девайсом и попробовать. Когда вы попробуете, я уверена, что вы поймете и разницу во вкусе, вы почувствуете. Кстати, есть стереотип, что декантр дорогие. Да, они могут быть дорогие, но на самом деле можно встретить и очень бюджетные варианты. Вот это наш отечественный стеклозавод Ньюман. Когда-то он 108 был русских рублей, сейчас, наверное, в районе 15-16. То есть цена более чем доступна, и каждый может себе позволить. иметь дома подобную игрушку, ну и попробовать. Вот некоторые вещи, их нужно попробовать. Дальше касательно культуры. Вот я вам показала свои бокалы. Они большого объема. Вот это, по-моему, наверное, 480 миллилитров, это 500 с чем-то. А вот этот, наверное, под 800. И, конечно же, найдется тот, кто скажет, о, да туда бутылку можно залить. Это ж сколько выпить, да? Опять же, отсутствие культуры. Вот такие бокалы никто полными не наливает. Полные бокалы, единственный вариант, это бокалы для шампанского. Вот их можно наливать практически полными. Все остальное, насколько я помню, не больше половины. А вообще вот до момента, когда бокал, вот его расширение, и он начинает сужаться. Вот здесь вот этот бокал, в принципе, вот этот примерно его уровень, когда мы его наливаем. Для чего на большие бокалы? Не для того, чтобы туда влить в бутылку. А как раз-таки те же большие бокалы, они выполняют, в том числе и роль декантра. Бутылка позволяет вину раскрыться, проявить весь свой характер, всю свою ароматику. Именно благодаря, почему я вам говорю, да, что вино вот в таком стакане и в таком бокале, оно будет совершенно разным. Потому что бокал позволяет вину раскрыться. И наливать его полным, ну, это дурной тон. На самом деле, так же, как одно время по соцсетям гуляла. Такая фотография, где девушка в постельке с утра с челмой, полотенцем на голове, пьет с горла моет шандом. Ну, типа, как вот это круто. Утро мечты, это не утро мечты. Это не круто, на самом деле. Это дурно вкусе. Потому что хороший напиток, да и в принципе, да, и средний напиток предполагает наличие посуды. Так как мы еду едим с тарелок, так и вино все-таки надо пить с бокалов, а не со стаканов, и уж тем более не с горла. Наслаждение вы не получите. Ну, а для того, чтобы шумела в глади, есть другие напитки. Дальше касательно культуры, у нас на постсоветском пространстве часто принято спиртные напитки закусывать. Это может быть справедливо, но не касательно вина. Вином запивают еду. Вино еду сопровождает. И правильно подобранные сочетания позволят вам в полной мере насладиться как вином, так и едой. И много раз я рассказывала, что если взять что-нибудь, если ваше вино кислое, для вас взять кусочек чего-то солененького, и потом запить вино, вино будет казаться сладковатым. И вот эти вино и еда, они будут друг друга дополнять, давать вам дополнительные положительные эмоции. То есть ни в коем случае не закусывать. Но опять же, вот это наша традиция. Тасты, чоканье и все остальное. Вино абсолютно нормально. Просто употреблять, просто за ужином. Не обязательно проводить какие-то вот такие вот поводы. Только на праздник обязательно закусить. Нет. Это немножко другое. Но опять же, от этого пляшут все это. Проблемы с выпивкой и все остальное. Мы неправильно это делаем. Не с теми целями делаем. Но от этого появляются, скажем так, все вытекающие последствия. Кого-то пугают. Вот эти бокалы. Такое количество выпьешь, нет бокал вина. Вот столько где-то. На самом деле миллилитров 200. В лучшем случае. В этом будет гораздо меньше. Касательно норм потребления или нужно ли спиртное приурочивать к каким-то праздникам. Когда-то, много лет назад, я была в Италии. И это был такой автобусный тур. На один день. Так получилось, что мы остановились в таком маленьком курортном городишке. Вечером я пошла ужинать. Ресторан такой небольшой с мишленовским звездом. И наблюдала, как там люди себя ведут. Посетители немного. Это будний день. Приходят две сеньоры. Заказывают еду. Заказывают бутылочку вина. Никто там не чокается. Они кушают свои блюда. Причем едят они очень много. Столько, сколько заказали себе две сеньоры. Ну, я бы... Если вот исходя на единицу, я бы и половину этого не съела. Они едят много. Вином это запивают. Особо не чокаются. Не закусывают. И смотрится это на самом деле очень приятно, очень положительно. Также сидит семья с ребенком. Тоже абсолютно нормально. Взяли ужин. Заказали к этому ужину бутылочку вина. Сели, покушали. Все хорошо. То есть для них это абсолютно нормально. У нас это вино, это какой-то праздник. Нет, не обязательно. Это вполне может быть такое сопровождение. В том числе и обычного ужина. Ну, на праздник, конечно, тоже приятно. Праздничный ужин сопроводить. Бокалом хорошего вина. Ну, а тут смотрите опять. А, вы пьете вино без повода. И что здесь такого? Да, это абсолютно нормально. Пить вино без повода. И гораздо страшнее, на самом деле, когда люди ищут повод. И когда-то в моем окружении я видела людей, которые «Нет, так я не пью, так я не пью». Это уже если какой-то праздник, то там уже на бровях, да. Так вот, разница между теми людьми, которые с какой-то, пусть, периодичностью употребляют небольшое количество, не привязывая это к чему-то и не оправдывая, что «А, я ж вот, это ж праздник, или я вот не пью один, мне обязательно надо компания». Абсолютно нормально выпить бокал вина, даже если вы ужинаете в одиночестве, и даже если вы не ужинаете, а просто вечером перед телевизором выпьете бокал вина. Это абсолютно нормально. Вот когда мы начинаем искать какие-то поводы, предлоги, оправдывать себя, ну да, там уже могут быть какие-то проблемы. Хотя проблемы есть далеко не у всех, да, и зависимости, повторю, что они могут быть также абсолютно разные. Нормы потребления. Честно говоря, вот я к нормам потребления отношусь так, с некоторой долей скептицизма. Почему? Смотрите, мы все разные, организмы у нас у всех разные. И вообще существуют люди, у которых действительно есть проблемы с усвоением алкоголя. Есть у нас такой фермент алкоголь-догидрогеназа. У одних людей его много, он хорошо работает, и это те, кто могут хорошенько на праздники погудеть, выпить много крепких спиртных напитков, при этом у них ни в одном глазу, и на утро они бодрячки, да, а кто-то, как говорят, не умеет пить. Вот он чуть выпил и уже поплыл. Дело не в умении, дело в индивидуальных особенностях организма. И, конечно, если у вас есть с этим какие-то вопросы, вообще с усвоением алкоголя, то, может быть, и не стоит, да, его употреблять, либо вы сами уже смотрите для себя ту норму, при которой вы себя нормально чувствуете, да. Но у кого-то она может быть меньше, у кого-то она может быть больше, поэтому давать каких-то конкретных цифр, ну, и я бы опасалась, не считаю это нужным. Для меня понятие нормы, это когда мы пьем вино, нам вкусно, нам приятно, но у нас не шумит в голове. То есть мне не нравится состояние алкогольного опьянения. Последний раз я его испытывала давным-давно. Ну, конечно, если, например, бокальчик шампанского выпить, да, легкий такой, легкая за головой она присутствует, но она быстро проходит. То есть я пью не для этого. Я пью, потому что мне нравится вкус, мне нравится аромат, мне нравятся эмоции, мне нравятся воспоминания. То есть я пью для этого, и пью, чтобы мне было вкусно. А не до того момента, когда у меня начинает шуметь в голове. В общем-то, это я и считаю нормой. Так, когда нам приятно, когда мы употребляем, но это никак не сказывается на нашем состоянии физическом и психическом. А, ну, сейчас подходим к тому вопросу, да, сколько употребляю я тоже. Периодические комментарии, что, а, много пьешь, ты плохо выглядишь, у тебя есть синяки под глазами. Ну, вообще-то мне 39 лет. Я никогда не ходила в жизни к косметологу. Я не пользуюсь косметикой. Декоративной косметикой я пользуюсь крайне-крайне редко и в очень малых количествах. Если у меня иногда на камере проскакивают синяки под глазами, слушайте, ну, все не идеальные. Да, к тому же взрослым людям надо понимать, что у меня нет фотостудии, у меня нет специального освещения, да, у меня нет гримеров. Я снимаю в той обстановке, в которой я снимаю. И некоторые видео мне когда-то летом приходилось снимать в 7 утра, потому что в это время еще соседи не гудят, в это время еще не так жарко, не такое яркое солнце, и можно что-то снять. Ну, если вы можете потрясающе выглядеть в 7 утра, без каких-то специальных процедур, я вас поздравляю, вам повезло. Часто бывает, что неудачное освещение, и да, оно дает синяки под глазами. Но если вы считаете, что это признак какого-то алкоголизма, считайте дальше. Дальше, опять же, насчет внешнего вида, да, людей, которые выпивают, я вам очень рекомендую немножко выйти за рамки своих вот каких-то представлений и немножко посмотреть на том же ютубе интервью людей, которые, для которых вину – это работа. Интервью с Эмилье, интервью виноделов. Просто посмотрите, как они выглядят. Это потрясающе красивые люди. В разном возрасте. И из таких известных людей, даже взять Дженсис Робинсон, опять же, кто не знает, гуглите, Хью Джонсон. Посмотрите, как они выглядят. Они прекрасно выглядят на свои возраста. Есть такая известная женщина в российском мире, Влада Лесниченко. Она учредитель, один из учредителей винной премии. Потрясающе красивая женщина. Она пьет, я думаю, что, наверное, и каждый день. При этом прекрасно выглядит. То есть, если у нас есть культура, да, если у нас есть понимание потребления вот этого всего, то все у нас будет хорошо. Так же, как и с едой. Мы можем ее кушать, да, чтобы нам в удовольствие и здоровье можем простить и жрать. И становиться вот такими вот тумбами. С едой это тоже может быть. Поэтому культура и мера это наше все. Ну и сколько же пью я? У меня нет какой-то вот четкого расписания или четко какой-то дозы, что вот я выпиваю, например, два бокала два раза в неделю. или нет. У меня нет расписания, да. Я выпиваю тогда, когда мне этого хочется, тогда я, когда я считаю это нужным. Ну, количество. Это может быть бокал, это может быть два, в зависимости от настроения. И самое смешное, в зависимости от свободного времени. И, честно говоря, у меня, скажем так, с меня потреблением есть одна проблема. У меня нет на это времени. И я забываю. Бывает так, что я себе запланирую, что вот у меня будет спокойный вечер, я к ужину, открою бутылочку вина, налью себе бокальчик. И вот от этих мыслей до их реализации может пройти даже неделя. У меня очень много дел, у меня очень много интересов, у меня очень много раздражений, различных занятий. И я просто могу закрутиться, забыть, и уже давно поужинать, лечь в постельку, читать книжечку и вспомнить, что я вроде как планировала сегодня бокальчик вина выпить. Ну, ладно, может завтра. Но завтра я так же забываю. то есть у меня существует даже вот такая я бы сказала, легкая проблема. Ну, поскольку большинство вина, которое я употребляю, это вино, сделанное моими, нашими руками, то, ну, его даже не интересно пить в больших количествах. Его интересно как раз-таки смаковать, смотреть, как оно развивается. И, кстати, да, тоже был как-то ролик про культуру, там, опять же, комментарий, что, ой, смаковать, это вот противно. Ну, вам противно, пожалуйста. Ваше право, вам хочется, да, скажу грубо, нажраться с горла? Ну, нажирайтесь. А мне приятно, да, вот это вот смаковать и провести вечер с одним бокалом вполне нормально. Хочется с двумя? Да, можно с двумя? Ну, мы разные, да, у вас свой пульс, вы считайте так, пожалуйста. Ну, я, мы, я думаю, что я не одна такая, считаем по-другому, что все-таки вот этот напиток, он заслуживает определенного к себе обращения и определенного потребления, и тогда он для нас будет и вкусный, и приятный, и в радости, и в эмоции, и во все остальное, да. Но у каждого свой путь. Здесь ничего не поделаешь, каждое мнение имеет право на жизнь. И что хочется сказать в завершение, что, конечно, хотелось бы, чтобы винная культура, как виноделие, так и винное потребление у нас все-таки росла и развивалась. тоже есть много информации о винах, есть много информации о том, как их употреблять, что мы должны ощущать в этих винах, и даже по просмотрам таких роликов я вижу, что, к сожалению, интерес не слишком велик. Ну, очень хочется надеяться, что ситуация будет меняться, вообще интерес к вину растет, да, он начинает расти, и поэтому, конечно, постепенно все это будет, и я надеюсь, что наступит тот день, когда люди, услышав, что ты делаешь вино, они будут говорить, ага, ты алкоголица, да, все-таки начнут немножко думать по-другому, хотя понятно, что какая-то часть, вот как она мыслила, вот так вот, да, она живет там в своих каких-то стереотипах, она так и будет жить. Ну, что ж, в наших правах, да, а мы идем другим путем. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно, большое вам спасибо за просмотр, спасибо, что провели это время со мной, вам желаю хороших праздников, хорошего их проведения, чтобы вы смогли насладиться в полной мире вашим вином, и не только вашим, и, может быть, магазинным, но также подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда, наши контакты, и до новых встреч!